Всем привет! Спасибо, что пришли. Сегодня я хотел бы рассказать про хранение API-ключей и какие последствия могут быть после компрометации ваших ключей. Начну с представлений. Меня зовут Ильцав. Я являюсь пентестером компании InnoStage и веду небольшой телеграм-канал HelloSock. Начну с того, что такое вообще API. API – это набор методов, функций, процедур, которые программу предоставляют для торговой программы либо для пользователя. На слайде можете видеть обычный запрос компоненту Time, который возвращает время. Ну, абсолютно бесполезный метод для хакера. А теперь представим, что мы используем API-криптобиржи, которые позволяют переводить, покупать, продавать ваши битки. Для аутентификации ваших запросов существуют так называемые API-ключи. Они позволяют вам, позволяют пополнять некоторые действия только вам, то есть использовать его как порой. Ультимберен следующим образом. Генерируется обычно рандомно, но не всегда. Генерация ключей – это немного отдельная тема, которую мы можем выделить в отдельный доклад. К ним стоит относиться так же бережно и хранить в безопасных хранилищах и никому не передавать. Существует три строгих правила. Нет в работе с API. Все как с паролями. Не хранить в открытом виде, не вставлять в исходный код, не укладывать публичный доступ. И все просто как с паролями. Кто-то в зале подумает, что у меня закрытый код. Могу вставлять API-ключи в свой исходный код, и никому это не будет доступно. Все безопасно. Доступ к ключам имеют только мои программисты. Вспоминаем исходный взлом сервиса Twitch, при котором утепло. Утемки исходный код сервисов, информация о выплатах стримерам и API-ключи. Ресерчером из Грегуатра было найдено более 6 тысяч ключей, которые хранились в открытом виде в исходниках. 194 ключа из 6 тысяч были для сервиса AWS. Идем в документацию AWS и смотрим, что мы можем делать с этим. Находим более 100 метров, где-то позволяет что-либо удалить. Уже поинтереснее для хакера. Но ведь AWS еще и не бесплатный. Может пройти что-то против такого. Слева можете видеть скриншор, где вот на 8-м и по знакомым попытались списать 24 тысячи долларов за сервисы на AWS. А справа вы можете видеть вырезку из-за ресерчера, где проверяли, что будут делать ресерчеры при компрометации вашего ключа. Было выявлено то, что через минуту после компрометации ключа метод runinstance был вызван более тысячи раз. То есть запускались самые дорогие инстансы и пытались опустошить кошелек. Насколько вы уверены, что ваш DevOps, sysadmin, не оставит папку .git, которая позволит установить предыдущий коммит, исходный код предыдущего коммита. То есть весь исходный код и в нем могут быть ваши ключи. Если мы используем Google Дорки, мы можем найти более 30 тысяч результатов с сайтами, на которых открыта папка .git и среди них не только какие-то самописные сайты начинающих программистов, а также сайты довольно крупных организаций, иностранных организаций, ни к чему не призываю, просто факт. А что у нас с открытыми ключами на гитхабе? Идем на гитхаб и пишем просто apk. Получаем около 5 миллионов результатов. Не все это ключи, так как сюда входит название методов, переменных, в комментариях. Уже в первых результатах мы видим валидные ключи. И первая мысль, которая приходит к хакеру, когда он видит такое, собрать эти ключи и попробовать использовать. Примерно за час борьбы с рейтлимитами гитхаба мне удалось собрать около 500 таких ключей, и по этическим соображениям я не стал тестировать их валидность. Минутка юмора. Я решил проверить, как быстро скомпрометировать мои ключи, если я выложу их на гитхаб. Я использовал два ключа, которые сгенерировал при помощи сервиса Connery Token. Один оставил в истории коммитов, то есть залил на гитхаб и удалил его. И один оставил просто в конфиге. Примерно за два дня мне удалось получить более 50 отстуков, то, что мой ключ пытается использовать. Но первый отстук я получил довольно быстро. Теперь я хотел задать вопрос вам. Как думаете, через сколько я получил первый отстук? Поднимите руку, кто считает, что через 15 минут. Поднимите руку, кто считает, что через 5 минут. Поднимите руку, кто считает, что через 1 минут. получил отсток через одну минуту все верно теперь вспоминаем что делали злоумышленники после компрометации ключа покупать сама дорогие сервисы и на это потребовалось 1 минута складывается по результатам получаем то что на компрометацию вашего ключа и покупку самых дорогих сервисов идет две минуты но как предотвращать утечки я выделил три метода три уровня предотвращения утечек уровень программистов то есть не позволяет программистам загружать ключи в ваш в репозитории и предотвращать уже на этом уровне второй уровень доставка кода то есть это уже к этому позволяем программистам загрузить ключи в репозитории но отлавливать это во время допустим доплое ваших планов допустим и третье это хранение ключей то есть не давать вообще программистам ключевых в открытом виде и их нитек допустим криклива хранилища допустим допустим хорошо короб если говорить абстрактно как хранить ключи можно выделить использовать хранилищ как я уже сказал то есть как они хороши короб и шифровать встает проблема криптографии не стоит выгородить свои методы шифрования и не стоит гуглить как это делать да то что с такой вертло потому что он посоветует использовать переменное окружение что хорошо когда вы зарабатываете один разобраться не один она же как передавать эти ключи как их передавать если у вас больше одного программиста в команде вам любом случае придется передавать как-либо эти ключи другому программисту опять проблема передачи ключей в открытом виде вы увидите будете передавать к вам там телеграмме по почте и насколько уверен то что это программист будет относиться к ключам также хорошо так же бережно и хорошо как управлять руками это похожая проблема то что вам вам в любом случае придется таскать эти ключи такой не продакшн сервер и деплоить а как защищать если это plaintext dot n в файл в котором нет с переменной окружения это просто текстовый документ в котором подписаны ключ значения и вас комплиментация допустим вашего веб-сервера умышленник может читать ваши ключи и получать доступ к тому же в с существует несколько решений которые позволяют превращать утечку на уровнях которые говорил выше на самым популярным и самым удобным инструментом является гидгвардиан который позволяет превращать утечку как на уровне программиста так и на уровне доставки кода гидгвардиан отлавливает коммиты и рассматривает их на наличие ключей get secret подойдет для небольших команд в том случае если вам все-таки нужно загружать ключи но делать это не в открытом виде а в зашифрованном и теперь позволяет сгенерировать ключи для каждого программиста и расшифровывать зашифрованный ключ из исходного кода докер секреты понятно для приложений для ваших приложений которые в докере в секрет менеджер тоже понятно для вас и и наиболее наверно наиболее верным решением будет использовать хашекорп то есть безопасное хранилище для ваших ключей так на этом у меня все если у вас какие-то вопросы кого вопрос и кому передать микрофон передаю вот скажи из тех двух апи ключей которые ты оставлял на гитхабе вот один ты говоришь поместил в историю коммитов другой в коде да вот скорее всего первые нашли которые в коде а тот который в истории коммитов сколько быстро заболели не скажу с точную цифру тоже в первые 10 минут понят спасибо еще вопросики у кого-то заметили кричите